Никакого культа личности, только безупречная репутация. Так новый тренер российской сборной по футболу отбирал игроков. На первом матче под руководством Станислава Черчесова команду найдем весьма изменившуюся. Надо сказать, наставник весьма благоволит клубом юга страны. Давайте посмотрим, каким именно. Кое-кому все же удалось удержаться в команде при новой власти. Это, к примеру, Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Алан Загоев от ЦСКА и Юрий Жирков из «Зенита». А вот Павел Мамаев и Александр Кокорин так оскандалились, что им пришлось уйти за компанию. Напомню, после проигрыша на Евро-2016 их заметили весело распивающими элитное шампанское в Монте-Карло. Новый голкипер Сослан Джанаев из Ростова, по мнению экспертов, весьма перспективный спортсмен, который может составить конкуренцию Игорю Акинфееву. Последнему, хоть и не остался в команде, при нынешнем наставнике придется подтвердить свое мастерство. Ветеранов Черчесов, как мы знаем, уже недолюбливает. Еще один ростовец пополнил состав сборной. Нападающий Дмитрий Полос, автор четвертого финального гола ворота голландского Аякса во время недавнего триумфального матча в Лиге чемпионов. Напомню, ростовская команда там выступила впервые за всю историю. Ну и снова Ростов. Защитник из этого клуба Федор Кудряшов накануне получил сотрясение мозга. Во время матча с Грозненским Териком. Поле он покинул на носилках. И, тем не менее, намерен сыграть за национальную команду. Врачи успокаивают. Мол, два-три дня наблюдения и все будет в порядке. Ну и, наконец, четвертый из того же клуба. Защитник Иван Новосельцев. В конце июля отличился первым голом сезона в чемпионате России по футболу. Высокого доверия удостоился и спартаковский полузащитник Роман Забнин. Возможно, после своей великолепной голевой передачи на матч с Краснодаром. Хафбэк Краснодара Юрий Газинский рад шансу проявить себя. И признался, что ожидал приглашения от нового наставника сборной. Но еще один футболист из клуба Краснодар Сергей Петров будет защищать команду на флангах. Кстати, на этих позициях команде не оказалось никого из наиболее вероятных игроков. Сегодня спортсмены приступили к тренировкам. Перед первыми товарищескими матчами новой сборной и целым караваном выстроились у отеля «Шаратон» рядом с Шереметьево. Причем один из игроков даже устроил пробку. Недовольные гудки радались в адрес новичка из Спартака Ильи Кутепова за то, что он заставил ждать старожилов. Отметьте, что Илья в матчах участвовать не будет и все-таки пройдет в команде просмотр. Строгий и бескомпромиссный Станислав Черчесов вполне заслужил право перекраивать национальную сборную. Послужной список у него самый, что ни на есть эффектный, какой бы командой ни руководил. Всюду сенсационный успех. Спартак при нем стал вице-чемпионом страны Терек, показал лучшие результаты за всю свою историю. Ну а пермский Амкар лидировал в премьер-лиге. Продолжение следует...